Приветствую вас, и вы знаете, ну, я прочитал ваш предыдущий вопрос по поводу сына, где вы пишете о том, как сделать так, чтобы он не разлюбил учёбу вообще, как он не разлюбил литературу вообще. И вы знаете, в этом вопросе, который вы пишете, вот вы пишете плохие отцепки, постоянный контроль по предмету убивает вообще любовь к чтению. Выход визу 1. Готовиться вместе с ребёнком к очередному уроку, не ломать его мышление, видение персонажей и прочитанного. Но как настроить ребёнка не разлюбить литературу вообще? Как объяснить, почему иная точка зрения на книгу на персонажа не заслуживает лучшие оценки? Вот понимаете, ваш сын, он много читает для себя. Он читает, потому что хочет. Он читает, потому что ему это интересно. А преподаватель, он проецирует на него свои интересы. Преподавателю интересна не литература, как таковая, а преподавателю интересен результат, который он получает в результате занятия литературы. То есть литература для преподавателя всего лишь средства. И ребёнок понимает, что он-то читает ради каких-то впечатлений, ради знаний, ради чего-то. Ещё, кстати, какова природа увлечения ребёнка с книгами? Тот же вопрос отдельный. Не бесит ли ребёнок в книге от реального мира, который его не устраивает? Почему я об этом спрашиваю? Потому что у вас есть ещё один вопрос, где вы пишете, что сын в 10 лет, очень обидчивый, обижается на любое слово, правосказанную, не так, как он думает. Нельзя давать даже намёка, что она сразу непонятна, ну, наверное, хотели сказать непонятна. Критика в мягких тонах, совет исправить что-то сразу вызывает слёзы. Если оправдание, больше нет сил, вы пишете подогнать, не затрагивать его самолюбие, что ли, ждать пока перерунцают. Ну, как эту плаксивость и обидчивость преодолеть? Вот это, этот момент, говорит о том, что у вашего сына недостаток мужского поведения. То есть вы пишете, что у вас это брак второй, и сразу вопрос. А как сын ладит с отцом, ну, то есть с вашим первым мужем? Как ваш сын ладит с вашим старым мужем? Есть ли у него образец мужского поведения? Есть ли у него авторитет? Чувствует ли он ответственность за свои силы, за свои возможности, за свои действия? Ощущает ли он, что его действия, его какие-то поступки обязательно имеют последствия? Чувствует ли он это? Поделом можно, что вы чересчур опекали сына, чересчур жалели его, Чересчур бавили наши, откуда взяться обидчивости, откуда взяться такому совершенному самолюбию И невозможности, судя по всему, принять чужое мнение, а также потребность его внимания и потребность всегда быть правым Это мужская характеристика, мужская черта признавать, что человек может быть неправ Это мужская, мужская сила Да, вы можете сказать, что мужчины редко когда признают свою неправоту, но это уже детали Именно мужская черта призначит свою ошибку И черта женская от обидчивости, наши слезы, истерика, оправдания Образдание это детская черта, но вот слезы и обидчивость это женская И это говорит о том, что у вашего сына с мужской частью семьи достаточно слабые взаимосвязи Нету кумира, нету авторитета, которым бы сын ваш восхищался На кого бы он хотел пытаться быть походим Нету мужчины, который бы направлял его правильно Через обиду, через жесткое воспитание, через твердость, через грубоватость может быть, через жесткость Но только так воспитываются мужчины Вы же, судя по всему, воспитываете его как женщины и от сыра возникает проблема От сыра возникает проблема, которая и теперь проявляется в том, что человек, то есть ваш сын Живя с вами, значит, не интересует с вами совсем Потому что он привык, что вы для него делаете все, вероятно От него не требуете ничего И вы еще его спрашиваете, почему не звонил, разве не интересно, как у нас тут дома делать То есть, а почему ему должно быть интересно, если он не чувствует свою ответственность за вас Он не чувствует, что он вам нужен Он не чувствует, что он как-то влияет на процесс, который происходит Ну, процесс взаимодействия между вами и семьей Он не чувствует, что он нужен вам Он воспринимает себя как средство для вас Поэтому я думаю, что если говорить о реакции, то реагировать нужно спокойно Не сбрасывать его вообще Почему не звонил, значит, не хочет Это, как бы, влезание в его личное пространство А подростки этого не любят Значит, пробел в том, что вы не приучили ребенка к ответственности Ошибка в том, что вы не позволяли ребенку, возможно Не вверяли ему какие-то важные дела Которые бы позволяли ему чувствовать себя взрослым Чувствовать себя равным вам В подростковом возрасте это очень-очень важно Вот, я думаю, так Поэтому, если говорить о равнодушии, то вряд ли Скорее, это необдуманные фразы и тотальное разочарование Которые обычно превалируют в поведении и в эмоциональном фоне подростков На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались Дополнительные, обращайтесь в личку Помогу, если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если делаете его лучшим Вы знаете, мне бы хотелось, чтобы вы перестали искать какие-то ошибки Мне бы хотелось, чтобы вы перестали искать пробелы Мне бы хотелось, чтобы вы стали воспринимать своего сына таким, как он есть И не желая его исправить, научили бы его жить То есть, научили бы его нести ответственность Показали бы ему, что у любого действия есть свои последствия Больше бы включили мужского поведения в его жизнь Это еще не поздно сделать И вообще-то говоря, направили свою энергию не в то Не в том направлении, чтобы учиться Чтобы, например, не отбить охоту в литературе Как вы спрашивали в одном из ответов А в том, чтобы научить ребенка вообще жить Чтобы у него была модель поведения мужская Чтобы он был мужчиной Чтобы он чувствовал себя мужчиной Чтобы он умел постоять за себя Чтобы он умел постоять за других Чтобы он был сильным Чтобы у него были мужские черты Чтобы у него были мужские идеалы Понимаете? Чтобы он чувствовал ответственность И чувствовал, что женщину нужно защищать А пока вот этого я в ваших вопросах не увидел Увидел какое-то желание идеального воспитания ребенка, что в принципе невозможно Так не бывает Нельзя воспитать ребенка идеально Но можно приспособить его к жизни А вот это вот равнодушие, это следствие эгоизма Эгоизм, это всегда эгосентризм, то есть мысль, что вокруг него все вертутся Еще бы ничего, только в жизни это мало поможет Ребенок будет страдать, когда вырастет Вот об этом нам нужно думать, понимаете? О нем, не о себе, чтобы сделать так, чтобы ему было интересно, как у вас дома дела Он знает, что у вас все будет хорошо Он знает, что вы справитесь со всеми Он знает, что вы прекрасно обходитесь, у него чего спрашивать-то вас А именно о нем А именно о нем Чтобы ребенок оказался приспособленным к колдовому жизни Когда над вами пора в нее входить У меня большие подозрения, что он к этому не готов Еще не поздно себя справить Но и времени осталось не так много Я такой вывод сделал на основании ваших вопросов, которые вы задавали до этого Вы еще один вопрос задавали, я видел, но вы его закрыли Могу предположить, что я ошибаюсь, могу предположить, что все не так Потому что, когда работаю с родителями, всегда есть риск, что они скажут Да, ты ничего не понимаешь в воспитании и так далее Вы все же стараетесь отнестись конструктивно К тому, что я хочу сказать Я не желаю вам навредить, я не желаю навредить вашему ребенку Я правда хочу помочь Потому что по количеству вопросов, которые вы задаете Вас действительно это волнует Ну вот, может быть, вам стоит Записаться на Приватную консультацию с психологом Проанализировать свои отношения Например, потому что у вас расстался первый брак Понятно, может быть, ребенок травмирован тем, что родной отец с ним не живет И не общается регулярно Какие у него отношения с отцом Какие у него отношения с вашим мужем старым и так далее Это все надо разбирать с вами И такую тонкую вещь в формате вопроса и ответа Разобрать невозможно Тем более, что вопросы вы задаете не так часто И они даже не платные То есть мало на них экспертов отвечают Я желаю вам всего доброго И удачи вам Продолжение следует...